Привет, друзья! Сегодня у нас очередной экспресс-разбор, и вашему вниманию я представляю очень необычную линию, которая называется «Харкни в свинью». И в этом видео мы разберем с вами две линии с забавными названиями, которые, тем не менее, очень серьезные, и вы лучше будете разбираться, когда вы можете использовать эти линии. Они связаны и с овербетами, и с минбетами. Ну и лучше узнать, что вообще за линии, откуда у них пошли такие названия. Ну и самое главное, как вам можно их внедрить в свою игру, чтобы плюсовать и больше зарабатывать в покере. Давайте посмотрим. Сразу эти две линии у меня были показаны на недавнем стриме. Я вернулся на PokerStars, и там, по сравнению с God's Poker, более агрессивная игра, больше овербетов. И вот давайте посмотрим, что произошло. Я находился на батоне, здесь и 9 suited, был open race UTG, защитился коллом. Ну, часть рук я этих 3 бетчу, большую часть коллирую, но выпал вне колл. Играю против какого-то неизвестного оппонента, на тот момент на него вообще не было особой выборки рук. Получаю, ну, конбет, который сюда будет довольно часто ставить оппонента, там, больше, чем в 60-70% случаев. Ну, и с топ-парой плюс гэдшотом, понятно, что здесь у нас простой колл. Терн выходит абсолютно бланковая карта, и вот здесь на терне мы видим первую линию. Да, почему наше сегодняшнее видео называется «Харкни в свинью», потому что здесь используется так называемая «свинячая подстройка» или «свинячие овербеты» с легкого языка инвокера, после того, как слили его тренировку в паблик. Раньше инвокер слава давал тренировки, очень дорогостоящие, 1000 долларов в час они стоили. И вот там была слита однажды тренировка, кто-то там ее запиратил, утащил. И он этой тренировке как раз рассказывал про такие ситуации, когда мы можем часто овербетить по терну 1,5х размером, например, или 2х размером, ну, чаще всего 1,5х размером. И суть этих овербетов в том, что вот на таких древних структурах ДОСа, когда мы играем в свободной позиции, нас калирует ББ, очень часто на риверах может выходить такая карта, которая просто не даст нам возможности вльюбетить. То есть у нас здесь какие-нибудь карманные дамы, валеты, короли, тузы, но на ривере закрывается там 3 флаж, 4 стрейт. Если ББ играет адекватно, то мы не можем просто вльюбетить его в такой ривер. Плюс даже если выходит зачастую бланковый ривер, и оппонент довольно осознанно против нас играет, мы даже иногда и в бланковые риверы не можем овербетить. И поэтому для того, чтобы получить максимум value, вместо того, чтобы ставить третий баррель по риверу, который мы редко сможем сделать, как раз и предлагалось ставить овербеты по терну. Да, вот те самые свинячие овербеты. И вот, собственно, здесь мы его и видим. Здесь примерно 1.4 овербет против нас летит, ну почти 1.5х прям по инвокеру. Это не русскоязычный рек, это какой-то, по-моему, словак был, если не ошибаюсь. Он нас ставит овербет. И вопрос здесь колет нам или нет. Ну и нужно понимать, что сейчас по ощущениям в реалиях NL100 все-таки овербеты смещены здесь в сторону value, как раз у те самые оверпары. Но будут здесь, безусловно, какие-то полублюфовые комбинации, и мы здесь должны все равно какой-то рейндж защищать. И в данном случае мне больше нравится коллировать 10.9 одномастные топ-пару плюс get shot, нежели коллировать какую-нибудь, например, даму 10 или туз 10. Почему? Потому как здесь у нас с 10.9 просто больше аутов. У нас еще добавляется get shot, у нас почти всегда живая. Здесь будет 9, если мы соберем вторую пару, например, даму 10 или туз 10, не всегда будут живые две пары, нет дополнительного эквити в виде get shot. И поэтому, когда вы здесь получаете овербет, мы, конечно, против них вполне себе можем оверфолдить, и будем оверфолдить, потому что против овербетов и большого сайдинга ставок мы как раз должны выкидывать чаще, чем против обычной ставки. Но, тем не менее, нужно что-то эколлировать, и как раз вот хорошими типами рук будет как раз тупара, например, плюс get shot. Это отличная рука для кола. Поэтому, собственно, несмотря на то, что этот свинячий овербет меня не слишком порадовал, после спокойной игры на гатсе я все-таки его сделал. И дальше выходит очень интересная карта. Выходит десятка, которая еще закрывает флаж. Нужно понимать, что в такой ситуации я понимаю, что он в большей степени здесь будет овербетить различные тонкие value, но я имею в виду оверпары, там валеты, дамы, тузы, короли. Флэш-дроу у него в спектре овербета достаточно мало. Они есть, но это совсем небольшой процент. То есть он здесь мог бы овербетить какие-то, может быть, еще сам гатшоты по типа 8x или 9x. Иногда, может быть, какие-то оверкарты он решил бы овербетнуть. Иногда часть FD. Но в целом я понимаю, что здесь его рейндж в большей степени смещен в сторону какого-то value. Ну и плюс те полублефы, которые у него были, вряд ли он будет доблефовать в такую карту. То есть здесь, находясь по риверу, я понимаю, что я в такую карту точно не увижу бета ни от валетов, ни от дам, ни от узов, ни от королей. Блефовать он тоже в такую карту вряд ли будет. То есть здесь смысл чекать очень низкий. То есть там защищать какой-то свой относительный рейндж, с учетом того, что мы здесь очень редко получаем бета-трук слабее. Но здесь имеет мало смысла. Потому что как раз наш чек-кол терна, это какая-то топ-пара плюс дро, может быть, какие-то FD хорошие. И поэтому здесь играть через чек мне не нравится. И вот здесь у нас как раз появляется еще одна линия. Почему называется видео «Харкни в свинью». Я узнал новое название своей старой линии. Вот такие ставки небольшими сайзингами. Раньше я их называл гей-бетами или мин-бетами. Когда вы ставите 5BB, 7BB или 2BB или 1BB. Короче, какие-то ставки мин-сайзингами. Это обычно даже меньше, чем треть пота. Например, четверть пота или одна пятая пота. Почему же теперь я это называю харчком или харкнуть в свинью? Потому что тоже с меткого и острого языка зрителей нашего стрима, SuperPuperMegaPro и Glavira, они назвали эти ставки харчками. Как будто мы плюем в нашего оппонента, и он не знает, что делать. Мне кажется, это очень меткое название. Вот именно харчок – очень подходящее название. Такое зеленое субстанция, которую мы отправляем в лицо нашему оппоненту. И в чем идея таких мин-ставок, мин-бетов, харчков? Идея их в том, что в некоторых ситуациях мы понимаем, что адекватным размером ставки мы никогда не получим колл. Если мы поставим пол пота или две трети или три четвертых, мы понимаем, что он здесь будет очень часто выкидывать свои оверпары. А почему это будет происходить? Потому что наш рейндж фейсап, то есть мы как будто с открытыми картами играем. То есть ему понятен наш рейндж колла и его овербета, и ему понятно, с чем он донкает большим сайзингом по такому риверу. То есть там флеши, фуллы или какие-то топ-трипсы. И когда мы понимаем, что обычный сайзинг ставки дает нам слишком много фуллт-эквити, ну и здесь нет смысла даже что-то изображать, что у нас даже рук для блефа здесь не будет по риверу, то мы должны подумать, а сможем ли мы добрать чем-то, ну каким-то образом еще. И вот как раз используя мин-сайзинги мы это можем сделать, просто потому что мы даем такие отцы оппоненту, вот здесь даю 15% на колл, отцы 15%, что ему очень тяжело выкинуть. Он может быть и понимает, что у меня в таком сайзинге нет блефа. Он может быть и хотел бы выкинуть, но слишком интересно, хочется посмотреть. И вот такие харчки неплохо работают. Их можно, кстати, использовать не только на value, различные для них есть применения. Но в первую очередь задумайтесь, да, вот когда вы оказываетесь в такой ситуации, когда вы точно не получите колл от большого сайзинга, нельзя ли сделать какой-то мин-бет? Мин-бет. Плюс еще этим мин-бетом иногда можно спровоцировать оппонента. Я здесь собирался, конечно, играть бет-колл, потому что понимаю, что на самом деле у меня здесь довольно мало рук, которые меня бьют. Но в первую очередь это, конечно, для того, чтобы получить колл. И в этот раз оппонент не справился с фолдом, нажал колл и как раз вот такую классическую руку показал. Карманные короли. Причем самое забавное, что на стриме я тоже назвал карманные короли. Так, в точку попал здесь. Вот такая у нас была интересная раздача, интересные две линии. Это свинячие овербеты, да, свинячая игра по инвокеру и харчки. Используйте их в своей игре. Вы можете овербетить в капнутый рейндж оверпар, хорошая линия по терну, когда вы понимаете, что вы редко доберете по риверу в оппонентов. И в свою очередь вы можете харкать, в том числе тех, кто делает свинячие овербеты, ставить такие мин-беты в тех ситуациях, когда вы понимаете, что колл сайзинга больше вы крайне редко получите. Ну, на этом все. Надеюсь, видео вам было полезно. Хорошего дня, удачи с вами. Пока.